Продолжение следует... В течение года из России и Белоруссии в Латвию въезжают около миллиона автомашин. Каждая проверяется визуально, а в случае подозрения отправляется на более серьезный досмотр. Но иногда техника подводит. Сейчас на крупнейшем пограничном пункте Терехова не работает сканер. Самый популярный катрабанный товар в последнее время — сигареты. Способы их перевозки разнообразны. Изобретательности и терпения делать тайники у людей хватает. «Это газовое устройство стоит в машине. Он едет, баллон заполнен, как ты его сразу проверишь. Потом мы начали смотреть, что происходит. Газом наполнен небольшой бак, а в остальной части — сигареты, примерно 50 блоков». Один из последних случаев конфискации сигарет в Зилупе в поезде у машиниста. «Обнаружены 100 блоков или 20 тысяч сигарет. Для машиниста это как ползарплаты. У дам в Резакной день Валентина пройдет без сигарет. Кис». «Могу сказать, что прошлый год был очень удачным. Составлено 700 административных протоколов. Заведены более 60 дел. Всего конфискованы более 300 миллионов сигарет. Можно сказать, каждый день по два протокола». Однако этого недостаточно. В Даугавпилсе без проблем можно купить сигареты из Белоруссии и России. Например, на автовокзале. Купить нелегальные сигареты — не проблема и в приграничных областях. Александр из Зилупе уже сам два года ездит в Россию. Мужчина признает, сейчас дохода от поездок нет, поскольку акцизные товары можно перевозить через границы только один раз в неделю. «Российских сигарет везде полно. Летом работал в Риге, думал отвезти туда сигареты продать. Оказалось, что в Риге сигареты даже дешевле». Чтобы избежать коррупции, начиная с лета 2011 года на восточной границе введена система ротации. Должностные лица начинают работу в Резекне и только тогда их информируют, на каком именно таможенном пункте они будут работать. Таможенники полагают, это помогает предотвратить ввоз контрабандных товаров в Латвию. Галина Солодовник в сотрудничестве с ЛРТ.